всем доброго утра сегодня у нас пятница я уже не свет не заря нахожусь в городе я проснулась в 8 утра всегда просыпаюсь в это время чтобы вам новости сделать но новости пока еще не делала уже почти 10 часов и в общем я пошла делать какие дела мне подвинились банка что нужно там документы подписать вот ну и потом уже только что вышла с банка иду по главной улице и смотрю там открыт магазинчик этот где газеты продают журнальчики в общем сувениры и купила вот столько всего не знаю во всех странах так или нет но у нас очень часто в испании в журналах дают классные вещи вот в этом журнале про женщин дают бутылку с вот такой вот термос сумочки в общем чтобы держать как холод так и тепло потом в другом журнале гламур дают целую бутылку большую или для душа вот это body shop это очень хорошая марка сама была с гранатами зеленым чаем я взяла зеленым чаем и другой для дочи журнал дисней и там у нее тоже бутылочка розовенькая приятненькая написано милота вот она тут видите бутылки ей нужны я покупаю журнальчики потому что ей нравится там игры есть всякие ребусы и мне нравится прочитать потому что будет модно да и вообще про всякие аксессуары посмотреть вдохновиться так сказать вот но если уж заодно нам дают что-то что нам действительно нужно деле для душа я такие люблю очень и бутылочки нам нужны мне нужную дочку тоже надо потому что неудобно сейчас без воды никуда вообще не пойти потому что сильная жара за все это за три вот этих журнала я заплатила 9 евро то есть по три евро грубо говоря стоят журналы это недорого нормальненько в общем сейчас иду домой буду заканчивать досматривать новости дочитывать и делать вам видео утренних новостей и так я уже у нас его сейчас сколько час почти дня я взяла себе сделала чаёчек мы еще в это время не кушаем нам еще рано мы это в 2 пол третьего я сделала себе чаёчек и ем тот пирог который мы вчера испекли он у вас будет в блоге вот он и отдыхают чуть-чуть потому что с 8 утра я как всегда с 8 не сплю я всегда встаю в это время но сегодня мне пришлось идти в банк не завтракавши подписывать некоторые бумаги наши там зашла немножко еще купила журнальчики нам как я вам уже показывала ну и потом уже пришла и тут же начала снимать вам новости снимала вам новости и тоже начала второй канал на английском языке там я пока блоге не веду не веду ничего просто начала тоже туда записывать новости по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть когда я более-менее организуюсь и дочь пойдет в школу тогда я смогу записывать намного больше если она пойдет в школу скрещу пальчики посмотрим общем как что будет хотел вам рассказать что же у нас сейчас происходит вкратце так сказать мы все еще смотрим дом но неясно будем ли мы его менять или нет то есть смотрим другие другие квартиры скорее всего на следующей неделе мы пойдем смотреть ту которая нам очень понравилась которая освободится в конце сентября но это не точно нам в квартирах очень важно чтобы квартира была не холодной то есть чтобы у нас например терраса вот там я чуть-чуть видите вы знаете как она стираться что она застекленная полностью поэтому у нас дома тепло зимой мы очень редко когда включаем отопление потому что нам ветер этот ледяной влага это не проходит до квартиры она остается там но есть квартиру которых терраса открытая поэтому там нужно очень хорошо смотреть потому что двери обычно на террасу одни такие как у нас раздвижные вот как эти и они не всегда хорошо закрываются поэтому бывает что там сквозняки и проходит холодный воздух в комнату вот поэтому будем смотреть если мы найдем что-то лучше этой квартире то мы конечно же переедем но если нет я не буду никуда переезжать я останусь здесь потому что здесь на более нам более-менее хорошо за исключением пару нюансов это то что не хочет хозяин тоже говорила ничего чинить несмотря на то что его квартира не хочет чинить нам балкон потому что там идут трещины по балкону не хочет это делать ну это его решение это его квартира поэтому как бы нам она особо для жизни не мешает поэтому ничего страшного так что вот так пока мы здесь и к тому же мы подписали документы нам дали залог вот этот вот кредит для помощи на аренду жилья мы подписали вот как раз таки сегодня с утра документы и у нас 6 месяцев вперед оплачено знаете как как никогда кстати нам это пришло этот кредит беспроцентный его можно будет возвращать по чуть-чуть разбит ход на 100 евро в месяц то есть его выплачивать и его можно дать в течение шести лет а если не можете в течение шести вам добавляет еще четыре года полностью дает до 10 лет вы можете его выплачивать и если не сможете выплатить то государство поскольку она является гарантом в этом случае это необычный кредит это кредит по гаранту государства специальная помощь то тогда государство берет на себя этот расход и покрывает вам свою ту стоимость кредита вот так вот поэтому мы его взяли поскольку у нас 6 месяцев оплачено мы не знаем вернет ли нам хозяин эти деньги и все равно захочет что мы уехали или раз уже оплачен эту как бы он еще будет будем здесь жить до того как 33 года не у нас контракт на три года в ноябре будет два сейчас вот через несколько месяцев поэтому как бы нам еще якобы год жить но посмотрим что будет даже школы с дочкой то же самое школе мы хотели записать ее в автобус но оказывается остановки около нашего дома вообще нету есть остановка в альбире она находится прямо у въезда в альбир там где лидл магазин там огромный вот такой вот перекресток это национальная дорога тусто главная дорога которая соединяет близлежащие города там две полосы в одну сторону где в другую там нет пешеходных переходов чтобы перейти и я просто напросто не хочу чтобы моя мама или я даже со своим ребенком мне это ладно и моей маме но ребенка водить постоянно вот там я не согласна я не хочу это очень сильно опасно там очень много чокнутых людей есть поэтому мы решили что раз я не работаю мы будем сделать так что я буду ее отвозить и привозить я буду забирать машину еще мне это очень радует потому что раз у меня будет машина я смогу много куда ездить много чего вам снимать пока муж и находится на работе там или мама на работе и дочка в школе так что мне будет много свободного времени и возможности вам все показать я очень этому рада и во-вторых если я вдруг решу или найду работу да здесь рядом с домом я не хочу никуда далеко с наш чтобы с машиной не ездить вообще я планирую чуть позже может быть смотря как будут дела муж хочет чтобы я была дома но я планирую все-таки подать опять в ша там где меня приглашали буквально осенью когда я начала работать вот в этой вот компании где сейчас мне контракт не обновили поэтому я туда опять напишу если будут нужны люди то как бы они не могут опять позвать но я не спешу этого делать потому что мне нужно быть . мне нужно смотреть когда у нее каникулу чтобы кто-то с ней было раз мама и муж работают то есть как бы ну нужно совмещать поэтому лучше чтобы я пока что побыла немножко дома и воспользоваться моментом тоже для вас для youtube так что вот так такие у нас новости и все равно на худой конец если вдруг начну работать мы можем записать дочь на автобус со следующего месяца поэтому как бы проблем никаких в этом случае нет вот такая вот у нас жизнь такие вот у нас новости на данный момент все остальное у нас по старому мы отдыхаем гуляем ходим на море купаемся в бассейн вы видите да немножечко я выкладываю в некоторых блогах на море снимается неудобно потому что там волны я боюсь что телефон уйдет под воду но сколько то я вам показываю рассказываю каждое утро дочь у меня купается в бассейне тоже чтобы она не забыла что она училась плавать это самое главное достижение нашего лет это то что моя дочь научилась наконец-то плавать более меня по крайней мере держаться на воде довольно таки длинный период времени если вдруг что вот нырять она не ныряет но я знаю что она может вынырнуть если надо но она ненавидит нырять как и я я не люблю быть под водой мне не нравится я не могу открыть там глаза и вообще мне не дать чувство которое когда ты находишься под водой вот так надо буду вам дальше эдитировать блоги и увидимся с вами через секунду еще не знаю что мы будем делать сегодня но что-то обязательно будем делать потому что не их нельзя сидеть дома это скучно вдруг нас потом закроют еще успеем насидеться так что что-нибудь на себе и интересненькое по делу не обязательно это постараемся снять вышла в китайский магазин большой еду купить дочь в китайском магазине продаются очень хорошие тетрадки для занятий дома потому что я хочу чтобы она немножко вспомнила так сказать к сентябрю школе математику чтение письмо немножко то он почти забывается у деток когда недолго не повторяют это так сказать потому что не только недавно как бы научились прошлом году научились нормально читать нормально писать и чтобы это все не забыла я пойду и прикуплю ею вида это очень хорошие тетрадки называются они куадерно судрубьё стоит они дешево евро 50 2 где-то евро за тетрадку очень полезная для деток так что пойду сейчас китайский и куплю ей несколько еще для чтения потому что чтение тоже немаловажно она больше меня по-русски разговаривает но я должна попробовать обучить его как можно больше испанскому языку до того как начнутся школа я буду делать экзамен я буду делать экзамен и когда она вернется в школу чтобы посмотреть какой у нее уровень испанского языка потому что раньше она хуже разговаривала намного на испанском чем на русском поэтому будет видно в сентябре и я хочу чтобы очень моя цель чтобы она разговаривала намного лучше чем раньше помочь ей чтобы я не пришлось ходить на курсы так что иду потом давай покажу в приду покажу что я купила в общем я сходила в китайский уже вернулась купила вот такую целую купю тут 9 штук пока что на 6 лет купила вот эти вот для письма и эти на 6 7 еще надо пару прикупить но в принципе пока нам хорошо хватает потому что они у нас стоят представляете вот такая книга рубио это самые лучшие они очень дорогие кстати для них почему-то они по одному евро я спрашиваю почему и они говорят что это потому что они огромную партию заказали когда-то или получилось по дешевой скидке так что так здесь идет дайте можете есть вам покажу в общем на вот этих вот есть смотрите про математику написано от скольки лет 6 7 8 класс все первое это примария идет вот это все для примарий я взяла вот эти первые самые да взяла вот эти вот самые первые этого не было взяла вот этот мы посмотрим в общем таких взяла 3 для нее здесь внутри вот так вот она выглядит смотрите конечно же там в конце уже огромное число но пока мне это не надо нужно вот это например вот видите они столбиком учатся потом вот такие вот примеры решают циферки записывают вот видите такие они ну и в конце там уже тяжелые такие примеры и и здесь тоже самое сначала идет здесь вычитание видите идет сначала простое потом с простыми такими примерами потому что начинается двойное и тройное здесь уже идет вот такие всякие а то что касается письма например сейчас они в первом классе буквы они все уже умеют писать но это повторение это с повторением отчения и они пишут с целыми предложениями уже и повторяют цифры здесь пока я еще повторяю слоги и цифры а например в четвертом это было по моему да вот здесь смотрите здесь уже цельными они пишут предложения например вот видите здесь целое предложение нужно его написать несколько раз или например вот тут они пишут большую маленькую большую маленькую то есть большой с маленькой пишут такие вот и вот такие тоже посложнее здесь цельные предложения в общем это все они делают в первом классе как бы такие вот вещички пила будем с ней дома делать пока еще школа не началась чтобы это все повторить и чтобы ей было легко потом в школе потому что все таки она у нас двуязычная поэтому нужно ребеночку помочь так здесь она будет читать еще для чтения обычные журнальчики будем с ней читать ну а главной математикой вот это будем прорабатывать так что вот так видите в этих сзади тоже написано где что те которые поменьше там есть еще по по года ребеночка но здесь написано по номерам вот этих вот книжечек тут например номер 7 тут написано что это будет видите то есть как бы здесь это все здесь все написано здесь точечками пока учатся писать обводить здесь уже учатся цельные буквы например в общем такие мы пришли в колонию кошек аречка и гладит но не пугайтесь она гладит только тех которые более-менее здоровенькими выглядят и потом у нас есть инфицирующий гель мы ее все опрыскиваем и моем когда она приходит домой прежде чем она потрогать нашу донечку арюси эту не трогай не надо только трогай ласковую нашу вот эту вот толстенькую вот эта которая трется мы даже ее домой забрать хотели но мы не можем ее домой забрать что у нас донечка есть аря аря нет да и она видите она пупит котов она их тискает арь вот это вот ласковая домашняя видно наверно кто-то выбросил или она потерялась вот девочка очень много котов смотрите кто где там еще маленькие вон котятки самые маленькие есть им вот смотрите там котеночек спит он привозит огромный мешок еды оставляют здесь его и люди кормят кроватку им привезли вот это очень ласковая на мою так жалко она такая добрая посмотрите какая она арюс не дни к диска ее смотрите какая она трундель она в меня потерлась она трундель в общем это больная кошечка совсем наверно скоро умрет уже бедняжечка вот это не знаю что с ней наверное не могут спасти иначе бы уже спасли ветеринары эти волонтеры дать и не надо а у меня бложки там не надо аря отбложки ну в общем такая вот кошечка ну она привыкла здесь жить мы не можем ее отсюда убрать ну посмотрим в общем может быть когда-нибудь что-нибудь сделаем но пока вот так у нас есть свой код мы не можем пока рисковать и деньги нужны чтобы ее сначала reduced антарしている чтоб ее аре не надо не будь чтобы яる sty private один��도 рейтинг чтобы вылечить если вдруг стои потом только домой так просто нельзя Треться добряшка такая В общем, всем имена дала А Рюсь, как их зовут? Расскажи Это кот Одноглазик Янки, Блазюка, Бенни Кали Пальки Банги Кали Пончик Пончик Ой, какой там волосатый кот Как персидский Какое-нибудь лицо злющее Вон он убегает Вон он там Это пончик толстый? Да Пончик, он убегает Пончик Кошечки здесь живут А вот там Крисалида Вот так Это Батька наш Блади Да, пришла В общем, вот так Это наша снежиночка Которая очень добрая Снежиночка наша Такая вот она у нас Она выглядит домашней, ухоженной Да, хорошка В общем, вот так Мы приносим им молочка Вот принесли Они все молоко выпили Смотрите Ничего не осталось Принесли им молочка Бывает корм Или какие-то вкусняшки Или то, что мы не Ариша, иди ручки дезинфицируй Пожалуйста И в общем Мы им бывают остатки еды Какие-то приносим Что дома не съели Мы приносим им сюда Вот так вот они здесь живут В лесочке Никого не трогают Вот в таком В общем, приятно им здесь Хорошо Люди приносят им игрушечки Кто может Вот домик старый принесли Матрасики, чтобы они спали В общем Все помогают как могут Многие люди приходят Их кормить тоже Еще помимо нас Вот так вот Да Ариус, не иди Это Бенди? Это Бенди же, да? Да Бенди с китькой Ой Бенди Черни, черни, черни Иди сюда, черни А вон там какой котик Какой там китичка Это Чирли, говорит, Аречка Вон он там Смотрите, какой интересный кот Какие у него глаза интересные Мне кажется, что Кто-то покрасил мамика Вот она опять здесь Снежиночка Ты опять здесь Покажи Бум Который в бассейне стоит Вот это Бум? Да У нее котятки появились? Да Ой, какая она Прям как человек Какая она странная Она так пасть открыла Прям как человек На меня смотрит Снежинка, не трогай телефон. Вы посмотрите, как будто бы понимает, что происходит. Странный какой кот. Попила молочка, да, и пойдет котяток сейчас кормить. Эти все котятки, которые я вам показала, это ее детки. Вот так их здесь много. Ладно, мы покормили их. Иди, не трогай одежду, иди дезинфицируйся к бабушке. Иди. Ара, надо дезинфицироваться, дочь. В общем, сейчас будем дезинфицироваться. И все. Ладно, только совсем чуть-чуть других не гладь, только ее, ладно? Меня тут поедают мухи, они кусаются больно за ноги, за все. Аря, осторожно. Поэтому мы уже поедем домой. Надеюсь, вам было интересно посмотреть нашу колонию кошечек в Альбире. Хочу вам показать очень интересное дерево. Смотрите, какие на нем цветы. Он похож на... Чем-то похож, что ли, на лилии. Да, вот такие вот цветы прекраснейшие. Они очень вкусно пахнут. Смотрите, какие. Да, сейчас я вот туда и иду, лезу. Подожди. А вот какой у него ствол. Это что-то, посмотрите. Никто по такому стволу точно не залезет. Такой вот он весь колючий, устрашающий. Нет, доченька не залезет до самого конца. Наверное, плоды защищают какие-то. И свисают вот такие вот красивые желтенькие цветочки. Вот они. Чудо природы. Нема! Ну, Субтитры сделал DimaTorzok